В последние годы наметилась очень тенденция, на первый взгляд, немножко странная, наверное, она закономерная. Чем больше мы развиваем Костики Картэ, чем больше Костики Картэ становится популярным, завоевывает регионы, так сказать, шагает по стране и за рубежом, тем больше, естественно, появляется контрафактор на рынке, который под маркой Костики Картэ пытается какие-то еще другие идеи, они берут наши кимоносы, наши характерные полосы. Причем, я даже обратил внимание, многие используют эмблему Всемирного Союза, хотя не имеют никакого отношения к этой Всемирной Организации Международной. Потому что от России только Федерация Костики Картэ имеет право относить эту эмблему, поскольку мы являемся коллективными членами Всемирного Союза Костики Картэ. Это главная организация, Всемирная Организация по развитию Костики Картэ в мире. Дальше проводятся какие-то семинары по Костики Картэ, собираются деньги по Костики Картэ, выписываются какие-то дипломы от Костики Картэ. Люди попадаются на эти уловки, ведется массовая пропаганда через средства массовой информации, через интернет, с выплеском какой-то информации и какой-то рекламной продукции, что только у нас. Мы знаем Костики, мы ездим и все. Я хочу сказать, пользуясь случаем, что единственная организация, которая может выйти, это Федерация Костики Картэ России, которая 25 лет развивает это направление с первого дня прибытия Костики Картэ в страну.